Франция и США ставят перед Россией вопрос статуса Арцаха и роли Турции, новая ситуация. Странно звучит заявление Госдепартамента США по поводу необходимости уведомления их о деталях соглашения касательно Карабаха, ведь все детали были переданы по дипломатическим каналам, заявил министрит России Сергей Лавров. Лавров заверил, что американская сторона была осведомлена обо всем на уровне заместителя госсекретаря, учитывая, что госсекретарь Майк Помпея находился в долгосрочном зарубежном турне. Кроме того, Россия с самого начала тесно сотрудничала с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, в том числе и США, сказал Лавров. Ранее по итогам переговоров госсекретаря США Майка Помпея и главы МИД Франции Жан Ифледриана высокопоставленный представитель Госдепа сообщил, что США ожидают получить детальную информацию о роли Турции в процессах вокруг Карабаха. По его словам, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ США и Франция по-прежнему привержены своей роли, и есть масса вопросов, которые русские должны разъяснить, в том числе, параметры соглашения и роль Турции. После трехстороннего заявления США и Франция сначала потребовали разъяснение от России по поводу его положения и последствий, поскольку оно противоречит принципам урегулирования, выдвинутым в рамках МГО БСЕ, в том числе, по части статуса, затем, о роли Турции. США и Турция фактически обвиняют Россию в сепаратных действиях, а Москва оправдывается, что уведомляла партнеров. Западные сопредседатели Минской группы фактически ставят под сомнение легитимность трехстороннего заявления. С другой стороны, перед Россией ставится вопрос о роли Турции. Складывается интересная ситуация. Россия с одной стороны потворствует Турции, а с другой, особенно, в пиар-пространстве утверждает, что Турция – партнер Запада, и Россия в данном случае противостоит ее экспансии на Южный Кавказ. Хотя в России немало мнений о том, что Москва сама впустила Турцию, в рамках своей антизападной политики. Турция использует антизападную риторику, в частности, по поводу Минской группы, заявляя, что она не способна урегулировать конфликт. Как США и Франция могли быть не в курсе русско-турецкой сделки? Не исключается, что и в этом случае проводится политика двойного сдерживания Турции и России, как в Сирии. Не исключается также, что ставится вопрос Турции в условиях ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье и Южном Кавказе. В случае с Карабахом на русско-турецкую сделку вешают вопрос не только международной легитимности, но и международного признания Арцаха. Армения и армянские вопросы – разменные монеты в этой игре, хотя в случае адекватных шагов и инициативы можно получить возможность маневра и достижений. Кто будет заниматься этими вопросами? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова